Дорогие братья и сестры! Говорится, что после того, как Господь Иисус Христос исцелил ее, она тотчас же встала и служила им. Через это эта женщина показала пример для всех христиан, которые получили здоровье от Господа, как им нужно распоряжаться и на что им нужно распоряжаться этим здоровьем, на то, чтобы служить Господу. Я помню, один раз слышал, в магазин как-то зашел, и вот там продавщица беседовала по телефону, кого-то поздравляла, и вот она там прям повторяла, какой у нее рефрен был, главное здоровье, главное здоровье. И многие так говорят и думают. Но все-таки главное не здоровье, главное то, на что мы это здоровье используем. Потому что если мы это здоровье используем на то, чтобы служить врагу Божию, дьяволу, на то, чтобы исполнять его волю через грехи, то лучше бы у нас здоровья и не было. И нередко Господь посылает людям болезни и оставляет людей в болезнях тяжелых, как в своего рода узде, который их сдерживает от больших грехов. Но если мы получили здоровье, не забудем поблагодарить Господа не только словом, но и делом нашим, и жизнью нашей, оправдывая, что мы оказались действительно достойны того дара, который Он нам дал. Далее в этом же евангельском чтении описывается, что Господь, когда изгонял бесов из людей, они говорили, что Он есть Христос, посланный Мессией Божией, а Он запрещал им это. И здесь тоже очень важная мысль содержится, и даже не одна. Господь запрещал это бесам. Во-первых, потому что они были недостойны проповедовать Евангелие. Это должны были сделать апостолы и сделали это. Во-вторых, потому что Господь не нуждался в восхвалении с их стороны. И в-третьих, для того, чтобы уберечь людей, которые ходили рядом с ним и были свидетелями этому, от доверия бесам. Потому что если они что правду скажут, то затем добавят ложь и приведут человека в результате погибели. И вот эти действия Господа изобличают и ту практику отчиток, которая распространилась среди некоторых священнослужителей нашей Церкви, сравнительно недавно. Потому что древняя Церковь не знает такой практики. И в рамках этой практики, как раз-таки наоборот, там дают говорить бесноватым, то есть дают говорить бесам, для того, чтобы они что-то сказали. И через это они как будто узнают какую-то истину от бесов. И получается, Церковь становится местом проповеди бесов. Я помню, в 90-е годы даже видел целую книжку, которую издали христиане и распространяли в храмах, выдержки из того, что говорят бесноватые на отчитках. И это, конечно, совершенное безумие и совершенно противоречие тому, что Господь делал. И в настоящее время вы эту книгу не найдете. На церковных прилавках уже навели порядок в этой сфере. Также и отчитки. Вот покойный патриарх Алексей II очень сурово боролся с этой практикой, как нездоровый. Потому что избавление от беснования там практически не происходит. Наоборот, нередко туда приезжают люди просто поглазеть на бесноватых, как там люди кричат, кривляются и все такое прочее. И, находясь при этом, некоторые сами заражаются из этих зрителей. Господь изгонял бесов и не давал им говорить. А эти отчитывающие дают говорить бесам и не изгоняют их. Неудивительно, что при этом они сами зачастую оказываются в прелести. Не все из них, но многие из них. И очень плохо заканчивают. И печально известный бывший исхигун Сергий Романов, и бывший исхиархимадрит Иоанникий из Чихачева, и священник Василий Новиков из Тулы. Начав с этой практики отчиток, в конце концов, вышли из церкви, отпали в раскол, впали в разные ереси. И, в общем-то, позволили таким образом посмеяться над собой тем бесам, которых они якобы изгоняли. Конечно, не все, кто занимался отчитками, отпали в раскол. Однако, среди тех людей, достойных, которые занимались этим, некоторые искренне потом покаялись в этом. В частности, отец Адриан Кирсанов, Песково-Печерской лавры, он занимался отчитками, но в конце жизни он каялся в этом. Хотя ему удавалось изгнать бесов, но он говорит, что, глядя на жизнь тех, из кого он изгнал бесов, он видел, что ни к чему хорошему это не привело. И задумавшись над этим, он сказал, получается, ведь Господь же им попустил это, как своего рода крест за их грехи. А беснование просто так не появляется. Беснование обычно появляется как следствие особо тяжких грехов, совершенных человеком. И эти бесноватые, они же даже приступали к причастию. И вот, если Христос, входя в их тело, при этом оставлял их бесноватыми и не изгонял бесов, значит, в этом была нужда для этого человека, чтобы он понес со смирением это, как епитимью. А я, говорил отец Адриан, изгоняя этих бесов, как бы избавлял людей от этого целительного лекарства, которое Господь им послал. И в результате ни к чему хорошему это не привело. В древности, конечно, да и в современности такое может быть, но в древности особенно мы знаем, что многие святые изгоняли бесов. И изгоняли они безо всяких отчиток. Если святой мог изгнать беса, Господь давал ему такую силу, он это делал сразу, без разговоров с ним и без вот всего этого шоу, когда приходит толпа людей и смотрит, как там кто что кричит, кривляется и так далее. Это совершенно дело недостойное. И как говорил покойный патриарх Алексей II, во-вторых, таких отчитывающих самих нужно отчитывать. Мы же должны беречь себя от этого искушения, посещать такого рода мероприятия, такого рода отчитки. Я знаю лично примеры, когда люди, которых направляли на эти отчитки, на самом деле они не были бесноватыми. Но, допустим, человек просто ленив. И вот ему говорят, тебе надо идти на отчитки, в тебе дух лени. И вот он, оказавшись на отчитке, потом после этого получал гораздо больше духовной проблемы. Не избавлялся от этого, наоборот, появлялись у него новые проблемы. Если кому-то Господь и попустил беснование, то нужно, во-первых, жизнь свою исправлять. Многие, кто обращается к отчиткам, у них такое магическое отношение, что надо прийти, надо мной почитают, все будет хорошо, я буду жить как прежде. Но как прежде, живя, ты и стал бесноватым. Жизнь нужно свою менять. По-божьей жить, по-евангельски. Ходить регулярно в церковь, исповедоваться, причащаться, каяться за те грехи, за которые Господь тебе выпустил это. И тогда Господь видит в твое смирение, в подходящий момент пошлет тебе избавление. Это будет не сразу. Потому что если люди, через многие грехи, получившие столь серьезное вразумление, сразу бы избавились от этого, вы знаете, что случилось бы. Они так же легко бы вернулись снова к этим грехам. Поэтому не сразу, но тех, кто со смирением это будет нести, Господь обязательно рано или поздно освободит. Безо всяких отчиток. Далее, последнее, что еще в сегодняшнем чтении хотелось бы отметить, это то, что в том месте, в котором Господь начал проповедовать и исцелять больных, и освобождать бесноватых от бесов, люди очень полюбили Его, им очень понравилось, что Он у них есть. И они просили Его, чтобы Он у них остался и никуда не уходил. Но Господь Иисус Христос сказал, что мне надлежит идти и в другие места, и там проповедовать. И святитель Феофан Затворник сказал, что это пример для священников, что священники должны проповедовать Слово Божие, не уклоняться от проповеди. А святой Иоанн Златоуст в слове о священстве говорил, что у священника именно проповедь является его главной и первой обязанностью, а не совершение священодействия, как многие думают сейчас. Совершение священодействия на втором месте, на первом месте – научение паства словом. И об этом красиво говорит святой Феофан Затворник, что Бог принес истину на землю. Эту истину знает священник, и он должен поделиться ею с людьми. И если он не делится ею с людьми, то и люди оказываются удрученными. И его самого эта истина, которую он скрывает, подвергает внутренним мучениям. Если же священник не знает истины, ему легко найти ее в Священном Писании, в творениях святых отцов. И проповедовать священник должен именно истину Божию, а не своей выдумке. То, что согласно с откровением Божиим. Но еще я хотел бы добавить здесь со своей стороны, что важно, чтобы и люди были бы готовы слушать истину и учиться от священников. А такое в современном мире нечасто встретишь. Многие, даже называя себя православными, скорее предпочлили бы сами учить священников, что им нужно делать, как им нужно верить, чем учиться от них. И это, конечно, тоже беда нашего времени. Дефицит не только учащих, но и учащихся. Те, кто хотел бы учиться, они думают, что он уже и так все знает. Да сохранит Господь нас от такого заблуждения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!